Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программы «Вечерний зефир». И сегодня у нас в гостях Ирине Мускара, актриса театра и кино. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирине, вы актриса итальянского происхождения, которая уже 10 лет живет в России. Собственно говоря, актерского мастерства вы здесь, в России, учились. Да, да, да. И приехали к нам во Владимир на творческую встречу, которую организовал Владимирский государственный университет, киноклуб Политехник. Да, вот. И я очень рада, что будет творческая встреча в Государственном университете. А чему она будет посвящена? Знаю, вы презентуете фильм и спектакль. Да, фильм и моноспектакль. Вот фильм «Посмотрите на меня» — это документальный фильм, который был снят в 2012 году. И спектакль, вот моноспектакль называется «Гейт А-33», ну как бы «Ворота А-33». И, ну и, собственно, жду зрителей, надеюсь, что всем понравится. Насколько я знаю, фильм «Посмотрите на меня» — документальный, он именно у вас и есть. Да, режиссер Анна Кольчина, она решила снять эту картину про меня, интересуясь. Ну, там вопрос, почему итальянка вот хочет жить в Москве? Ну, как я... Там фильм снят о том, как я жила на том моменте, на тот момент, чем я занимаюсь, какие мои мечты, может быть, не знаю, ну, какая моя жизнь. А вот насколько правдив документальный фильм? Прямо там вот правда от и до, или же всё-таки есть вот такая вот доля каких-то художественных моментов? Ну, хочу вам сказать, что он достаточно правдивый, вернее, он вообще, ну, правдивый. Потому что, ну, первые дни съёмок я держалась очень сильно, я очень... А потом мы снимали, снимали очень долго, и я расслабилась. И как бы я была уверена, что этот фильм мало кто увидит. То есть она сделает как свой диплом для своих. А фильм, надо сказать, что очень много путешествовал. Мы даже были в Нью-Йорке на фестивале, где этот фильм получил спецприз жюри. Участвовали во многих фестивалях и по России, и за границей. Поэтому, ну, я не ожидала. Наверное, если я знала бы, что фильм увидят так много людей, я, может быть, что-то там старалась бы. А не, могу сказать, что, естественно, моя жизнь очень сильно изменилась. Это в 2012 году. Ну, очень много что изменилось, естественно. Ну, прошло сколько? Пять лет. Но то, что тот момент, он достаточно... Да, он правдивый. То есть там... Согласитесь, документальный фильм — это некое откровение, особенно если его снимают о вас. И решиться, да? Решиться достаточно, наверное, сложно, потому что говорить неправду тогда уже нет смысла. Я вам скажу так. Я сейчас это понимаю, но на тот момент я как бы... Меня Аня вот попросила. Я подумала, ну, почему бы и нет? Но я знала ее. Она жена моего однокурсника, ну, режиссера, с которыми я училась. Ну, я знала, что она интеллигентный человек, культурный. Ну, и она говорит, мы очень быстро все это снимем. Это работа для учебы. А тут, нет, вырос прямо целый фильм, целая история. И потом мне стали говорить, ой, для актрисы это очень опасно, потому что, ну, много есть причин. А какие причины, это интересно? Ну, то, что ты открыл... Вот то, что вы только что сказали, что ты открываешься, и, во-первых, может быть и невыгодно, может быть и даже, ну... Должен быть образ у актрисы какой-то определенный? Не знаю, нет, наверное, нет, но как бы опасно, потому что если ты искренний, ну, это определенный риск. Если ты неискренний, люди это заметят. Ну, допустим, у меня часто, вот мне часто говорят критику, ой, какая-то, вы бываете вот такая грустная, непонятно, в чем там ваша проблема, вот то, что вы рассказываете, вот почему вот вы... Ну, я говорю, ну так и есть, вот и в жизни бывает, что мы не можем другого человека понять, в чем его, как бы... Поэтому, не знаю, я как бы согласилась, не понимая, что... И может, поэтому и хорошо. Не понимаю, что будет дальше, и просто... Такая авантюра. Да, мы делали, спокойно снимали, и... Ну, она действительно следила за мной с камерой, и последние дни, когда мы... Я уже ее вообще не замечала. Ну, если я в начале, я помню, я такая... Первый съемочный день, я очень сильно нарядилась, потому что, ну, съемки сейчас будут, это... А потом в конце, есть она, нет ее... То есть, действительно, это... Ты привыкаешь, и... Это очень хорошо. А как развивается сюжет вот в этом фильме? Это просто рассказ, или чем-то он дополнен? Ну, ну, это уже то, что она сделала, это уже ее, как бы, монтаж и так далее. Ну, фильм, как бы, про меня, там есть мой рассказ, моей жизни, я рассказываю своей семье, вот, как я работаю, о чем я переживаю, о чем я мечтаю, вот. И в конце, ну, как бы, ну, поскольку, как раз, я актриса, там есть сцена, где я, как бы, ну, я очень люблю Джульетту Мазину, вот, из итальянских актрис, одна из моих любимых, поэтому, как бы, ну, есть сцена, где я, как бы, играю ее, я хочу, ну, вот так, ну, лирический такой финал, вот, если финал немного, вот такой лирический, ну, а так, ну, просто моя жизнь, ну, как я репетирую, как я, куда захожу, как я за продуктами, ну, как я в дневнике пишу, ну, обычные действия, ну, как бы. Когда вы увидели уже готовый фильм, уже смонтированный, что-то вас удивило, было ли то, с чем вы были не согласны, или вы все приняли, да, все хорошо, все вот так и есть? Не, меня очень удивило, когда я посмотрела, мне фильм очень понравился. Вы это ожидали? Потому что мы же обычно критично относимся и к себе, и к тому, что она сделается, как правило. Да, я с вами согласна, но не могу вам, ну, не, мне понравился фильм, когда я его посмотрела, и я была рада, что у нас такой результат получился, и, да, у меня есть критика к себе, как к человеку, или как к актрисе, это да, ну, а то, что она, то есть, я подумала, ой, тут, может быть, надо похудеться, не знаю, вот такие вещи, но это уже, я думаю, каждая женщина, когда смотрит на себя, вот, подобные вещи может говорить, а так, нет, мне фильм понравился, и мне очень помог, потому что я со стороны на себя посмотрела, подумала, может быть, не так все, так плохо, как мне кажется, или, может быть, вот то, что мне кажется, что это проблема, может быть, это не проблема, или, ну, понимаете, не, мне понравился. Давайте с нашими телезрителями поделимся историей, которая легла в основу вот этого документального фильма, вот вы приехали из Италии, жить в Россию, как вы решились на это, ведь даже наоборот, многие люди стремятся из России уехать в Европу, в теплые края, а вы наоборот. Ну, я просто приехала в 2007 году в Москву учиться, я поступила в театральный институт, в Гетис, и на режиссерский факультет, актерские группы, я после окончания института, ну, я подумала, ой, был там еще один дипломный спектакль, который мы играли, какие-то там, я подумала, ой, я если уеду, я больше не вернусь в Москву, хочу остаться до Нового года, ну, вот, неизвестно, до какого Нового года, вот, но я в итоге осталась, там стала играть и с ребятами, с которыми я училась, у нас были какие-то спектакли, участвовала в разных проектах, и, ну, и так сложилось, что незаметно, и для меня, это для меня, ну, шок пролетел 10 лет. А почему предпочли учиться актерскому мастерству именно в России, а не в Италии? Когда я просто училась в своем городе, на Сицилии, вот в школе, у нас был театральный кружок, и преподаватель был очень хороший, он в свое время учился у Васильева, ну, великого режиссера, российского, и педагога, и он был очень интересным, и мне очень нравилось, как он рассказывает, вот то, что он говорит, и я подумала, вот я хочу учиться в России, в театральной российской школе, и вот через какое-то время у меня получилось приехать и учиться, и я очень рада, у меня были замечательные педагоги по мастерству актера. Даже я знаю, что может быть корни на несколько глубже, потому что, по-моему, Ваши родители также русской культурой увлекались. Да, интересовались, во всяком случае. Да, да, конечно, да. Ну, они итальянцы, они по-русски не говорят, и да, но есть и любовь к литературе, и любовь к иконам, ну, вот моя мама, ну, как бы, но не то, что они мне говорили, вот уезжай в Россию, вот, нет, этого не было. Они были против? Ну, слушайте, не то, что были против, но вы... приняли ваше решение? Ну, не сразу. Ну, как бы, я, мама, я вот хочу в Россию, я узнала, что там театральная школа. Но они особое внимание не обратили на... ну, я как творческий человек, я каждую неделю что-то предлагала, что вот сейчас надо... вот, но потом, через несколько лет, уже, ну... А язык, насколько легко вам дался? Вы прекрасно говорите по-русски, да, есть небольшой акцент, который придает вам такую особую изюминку. Ну, язык было... есть достаточно сложно, ну, до сего дня. Но вот я начал учить русский язык, вот, в Италии, в университете. Ну, как вы понимаете, как бы, ты учишь язык в своей стране, но все равно ты говоришь по-итальянски. как бы, это все достаточно... Ну, приезжаешь и не можешь рот открывать. Но, тем не менее, я там начал учить, и в Москве проходила курсы, есть замечательный центр, русский учебный центр называется, вот, но... и мне это все очень помогло, потому что, когда я поступала, я читала и на русском языке, ну, чтобы дать понять, что вот я могу, не пугайтесь, что я иностранка, я сейчас боюсь представить, как я могла там читать. По-моему, вы читали то, что должно было именно звучать с акцентом, да? Да, я Шарлот, Вышневого сада читала, и какие-то еще стихи. Вот как вас приняли? Дело в том, что ведь, наверное, когда ты что-то читаешь, да, и принимают решение о поступлении, наверное, сразу же прикидывают, будет актрисой или нет, будет востребовано или нет, ведь все равно востребованы образы определенные, так ведь? Ну, мне кажется, они не думали, это мое личное мнение, я могу ощупиться, буду ли я востребованная, потому что это такое дело, вот актерское, ну, любому педагогу хочется, чтобы не просто так его усилия, каждую лету. Я могу сказать, когда я поступила, не чтобы хвастаться, был фурор, то есть было, то есть именно когда я читала, было очень хорошо, потому что там, этот монолог Шарлот, и он начинается, у меня нет настоящего паспорта, и тут вот приходит иностранка, и вот тут смотрится, глаза и говорит, у меня нет... То есть это было действительно смешно. То есть это было продумано? Да, это просто, просто было совпадение, то есть, и... Не, мне был, вообще, все эти четыре года учебы, они мне, было достаточно сложно, но, особо сложно был, первый семестр, вот первый год, был для меня очень тяжелый, потому что, во-первых, язык, ты понимаешь, что ты думаешь, что знаешь, но на самом-то деле не очень, и как понимать, голова болела, потому что эти постоянные занятия, и... Да, это было очень тяжело, вот. Вот вы закончили учиться, как обстояли дела с ролями, были ли роли, какие роли вам предлагали? В России, что мне предлагают, вы имеете в виду, вы знаете, было всякое, естественно, меня особо, вот, приглашают, вот, если, но об этом, вот, рассказано и в фильме, потому что, вот, я столкнулась, наверное, приглашают на роль иностранок, да, на роль иностранок, но не раз было, что я, прихожу на роль итальянки, я вот один раз, помню, пришла, я такая, вот, холодная, я вся одет, нет, девушка, мы итальянку ждем, я понимаю, что они ждут, некую Монику Бенлуччи, понимаете, и тут пришла я вот, я не, ой, простите, вот, или не, некую сафиларем, как сказать, то есть, поэтому, на самом деле, играла много, и разных национальностей, ну, и русскую играла, вот, там, маленькая роль, где, я старалась говорить текст максимально без акцента, тренировались, все сделали, что такая художница, которая так говорит, то есть, всякое было. Какие роли вам ближе, какие интереснее, чего бы хотелось? Ой, хотелось, там, большие роли, любовь, там, лирические героини. Да, пожалуйста, я не против. А как изменилась ваша жизнь с момента появления фильма, вот, на сегодняшний момент? Ой, много изменилось, и слава богу, что жизнь идет. Ну, во-первых, я, как бы, ну, много изменилось, было много проектов, и моноспектакль, как раз, и я сделала. Ну, в Москве есть еще итальянская община. Да. вам здесь, можно сказать, есть, у вас есть возможность в России пообщаться с соотечественниками? Конечно. И не только просто пообщаться, да, есть еще и проекты творческие различные. Да, но я первой возле особо не общалась, как бы, а сейчас я вот как раз готовлю новую моноспектакль, который будет на итальянском, я надеюсь, он в конце месяца будет. Это называется «Пять сестер», и это пять монологов Чехова, которые просто соединяются в конце, но это просто пять разных персонажей. Вот. Простая задумка, но, как бы, хочется это сделать, и, ну, посмотрим, что будет, понравится ли людям, мы надеемся, мы стараемся, и посмотрим. вам бы вот хотелось так и остаться российской актрисой, как вы сейчас себя, например, позиционируете, или вы себя видите актрисой уже, может быть, мирового масштаба, и хотели бы выйти на мировую арену? Нет, меня так, наверное, позиционировали, то есть, я просто как актриса, я не говорю, что я российская, то есть, по факту, да, я российская, но, как бы, хотелось бы приглашение в другие страны, в качестве актрисы, а кому не хотелось? Вот, где хотелось бы, у какого режиссера сняться, в какой стране, вот если так, помечтать? Вы знаете, я очень скучаю по дому, последний год, я, я в Италию хотела бы сниматься, потому что, я скучаю по родителям, я бы, видела, раньше, понимаете, я уезжала, вот это молодость, наверное, мне было 23 года, 10 лет назад, и я уезжала, села в самолет спокойно, а сейчас я уже села, я начинаю плакать, переживать, увижу ли я родителей, еще раз, естественно, это переувеличивание, все там, слава богу, ну, как бы, ну, более или менее нормально, как говорят, но, я просто понимаю, что, все равно, да, ну, естественно, надо там тоже проходить целый путь, потому что я там не училась, и надо начать все заново, я это понимаю, и понимаю, что это непросто. А у какого режиссера вы хотели бы сняться? Из итальянцев? Вообще, у какого режиссера, вот есть у вас? Ой, у меня много, да, много режиссеров, которые мне нравятся. Ну, например? Ну, из итальянцев, мне очень нравится режиссер Гарроне, вот, Соррентин, очень нравится, из российского кинематографа тоже, вот, есть очень много, мне очень понравился фильм «Теснота», который недавно вышел, вот, молодой режиссер замечательный, Звягинцев мне очень нравится, ну, много есть молодых, хороших, перспективных, мне кажется, вот. А сейчас над чем работаете? Ну, вот сейчас как раз над этим спектаклем, который будет 28 ноября, вот, вот этот «Пес Сестер», вот этот «Гейт» был, вот сейчас будет сегодня, был недавно в Москве, поэтому, как бы, работа есть. Время нашего эфира подошло к концу, спасибо вам за интересный разговор, за то, что пришли к нам сегодня в гости. Антон, спасибо, спасибо.